Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это не секретные материалы Нью-Йорк Сегодня у нас интригующее и крайне жуткое дело Речь идет о паранормальном, о призраках Противоречивое явление Недавние опросы показали, что 48% американцев в них верят Мнения разделились почти пополам Фил, как думаешь, призраки существуют? Я скептик, но если увижу, может и поверю Настоящий ученый А ты веришь в призраков? Верю, сам посуди Каждый знает истории о призраках Или кого-то, кто с ними сталкивался Я думаю, доля правды в них все же есть У нас есть по представителю от каждого лагеря 50% в них верят, 50% нет Фил, попробуем пошатнуть твой скептический настрой Хочу показать вам видео из интернета Эта история очень похожа на ту, которую будем расследовать мы Давайте смотреть Это видео сняла женщина по имени Шерри Шон Из Фресна, штат Калифорния Как видите, у нее довольно зловещая коллекция кукол Я уже не понимаю эту женщину Но вы скоро поймете Сейчас случится нечто совершенно жуткое Внимание Видели? Так, еще разок Повторите Смотрим Боже мой Что-то не так? Жуть какая Фил, что думаешь? Теперь ты веришь в призраков? Я убежден, что комната, набитая куклами, это уже жуть Тут вообще без вопросов Согласен Но меня смутило то, как она ведет камеру И наводит объектив на эту куклу И та, как по заказу, шевелит рукой Как-то малоубедительно для меня Что она сняла на камеру что-то паранормальное Тебе нужно больше доказательств? Да А ты что думаешь о кукле? Я верю в то, что это может быть правдой И я согласна с Филом Что в этом деле надо разбираться Но есть масса других примеров Вспомните куклу Аннабель Эда и Лоррейн Уоррен Точно, знаменитые исследователи паранормальных явлений Они изучали куклу, в которую вселился демон Они держали ее под замком, чтобы ее никто не взял Об этом сняли кучу жутких фильмов Мы-то считаем, что это всего лишь сюжеты современных фильмов ужасов Но на самом деле люди верили в паранормальную силу кукол с незапамятных времен Подобные примеры находят в истории Древнего Египта Древние египтяне лепили из воска фигурки, которые, по их мнению, обладали сверхъестественной силой В Древнем Риме с помощью кукол и различных ритуалов обращались к богам Во многих древних культурах встречаются маленькие фигурки и башки, которые наделяли магическими силами Но есть на Земле одно место, где концентрация паранормальных кукол на квадратном сантиметре зашкаливает Это место называется островом кукол Слышали о таком? Еще бы! Я давно мечтаю там побывать Тогда у меня плохие новости Мне выпала возможность побывать в этом месте Оно находится в Мехико С ним связана любопытная предыстория И неважно, верите вы в это или нет Это место наполнено отрицательной энергией Посмотрите Когда-то в Мехико правили ацтеки На окраине города В лабиринте канала в Сочемилько есть группа крошечных островков Коренные жители использовали эти водные пути еще 500 лет назад для сельского хозяйства и передвижений В те же времена ацтеки начали совершать священные кровавые ритуалы У близлежащего комплекса пирамид Сера Делла Эстрелья Есть мнение, что между пирамидами и каналами есть некая духовная связь Переместимся на каналы в 50-е годы прошлого века Некто Дон Хулиан Сантана Баррера стал смотрителем одного из местных островков Рассказывают, что однажды он рыбачил на своем острове и обнаружил тело утонувшей девочки В нескольких метрах от ее тела к берегу прибило куклу девочки Это жуткое событие не отпускало мысли Дон Хулиана И он повесил куклу девочки на дерево Некоторые считают, что он отпугивал древних духов ацтеков Другие говорят, что им овладел дух утонувшей девочки За несколько лет Дон Хулиан заполнил остров странными поломанными куклами Эту историю ждал пугающий поворот В 2001 году тело Дона Хулиана обнаружили в том самом месте, где он нашел утонувшую девочку и ее куклу Люди начали приносить на остров кукол, чтобы отпугнуть обитающих там злых духов Теперь там тысячи кукол С тех пор, как я побывал на острове, появилось бесчисленное количество рассказов о паранормальных явлениях Там витает какая-то дьявольская энергетика Если это неправда, что ж Что же тогда люди ощущают? Если этому разумное объяснение Вот в чем вопрос А если все правда, можно ли как-то зафиксировать происходящее там? Это наша задача Вы за? Еще бы! Джессика и Фил пролетают 4000 километров и приземляются в Мехико Сегодня Мехико – второй по величине мегаполис в западном полушарии Он стоит на развалинах Теначтетлана, огромной столицы могучей империи ацтеков Основанный на острове посреди некогда огромного озера Город возник больше 600 лет назад Но в 1521 году его захватили испанские конкистадоры По сей день в историческом мегаполисе на каждом шагу встречаются следы смешения культур Мы договорились о встрече с первым очевидцем в центре Мехико Это женщина, которая испытала непередаваемый ужас на острове кукол Ничего страшнее в жизни со мной не случалось Правда? Я поспорила, что отправлюсь на остров одна Спор был только об этом? И что украду куклу? Что было, когда вы шагнули на остров? Я сошла с лодки и ощутила мрачную энергетику Мне показалось, что там кто-то есть За вами кто-то следил? Да Тень, возможно, девочки У меня кровь застыла Она говорит, ей было физически больно, будто духи нападали на нее, пытаясь прогнать с острова Она сбежала без куклы и говорит, теперь туда ни ногой История Тании похожа на рассказы других очевидцев, которые говорят, что странные явления становятся все более опасными Ты готова? Конечно Если мы хотим понять причину происходящего на острове кукол, пора отправиться туда Мы сели на традиционную лодку-плоскодонку, на которой доберемся до острова по древним каналам Наш гид Мигель с шести лет ездит по этому маршруту И застал времена, когда смотрителем острова был Дон Хулиан Что Дон Хулиан рассказывал об острове? С тех пор, как он нашел тело девочки, его преследовал ее дух Мигель, вы ночью там бываете? Уже нет Последний раз я ступал на остров с приятелем Мы привязывали лодку и вдруг ощутили, что резко похолодало Солнце как раз садилось Потом мы заметили фигуру воина, который шел в сторону хижины Мы спрыгнули на сушу и пошли по тропе Вошли в дом, а там никого Нас обоих охватил ужас Настолько сильный, что нам стало дурно В эти истории можно и не верить Но на канале действительно зловещая тишина Боже, что за место Поистине ужасное место Боже, правый Жуть какая Они что, улыбаются? Рохельо! Рохельо! Мы с Джессикой договорились о встрече с нынешним смотрителем острова Рохельо Санчесом Он племянник первого смотрителя Дона Хулиана, который умер на острове в 2001 году Здравствуйте! Добрый день! Это место пробирает до костей Я очень хочу увидеть куклу, принадлежавшую утонувшей девочке Это первая кукла, которую Дон Хулиан повесил на острове Чем, как считают многие, и навлек на остров темные силы Вот она, та самая кукла Она без ног и без рук И висит здесь уже больше 60 лет Ее нашли рядом с телом в воде Да С этого все и началось Пока Рохельо рассказывает о куклах, у меня возникает жуткое чувство чьего-то присутствия Следом я чувствую холод Может быть, это знак, что духи разгоняют тепло вокруг меня Смотрите, мурашки по коже Боже, сейчас заплачу Ты в порядке? Нет, не в порядке Я на улицу Мне надо подышать Передохну секунду и вернусь Перерыв Я уже такое видел раньше И думаю, что дух ребенка и духи тех, кто жил когда-то в этих местах, поселились в этих куклах Теперь они питаются вашей энергией, а вы это ощущаете Похоже, Джессика не единственная жертва странного феномена, происходящего в хижине Что с камерой? Она не работает Что она показывала перед этим? Фрагмент, когда мы только высаживались на остров Что происходит? В кадр кто-то попал В какой момент это произошло? Когда все трое собрались и встали внутри у того угла Перед тем, как у Джессики начался приступ Да, камера перестала писать И теперь мы не можем посмотреть, что было дальше Запись не сохранилась Что здесь происходит? Я отправил Филу и Джессику на печально известный остров кукол Лет 10 назад, когда я его изучал, он показался мне жутко интересным В последнее время паранормальные явления здесь только усилились Возможно, именно это и ощутило Джессика Съемочная группа видит, что Джессика не единственная жертва этой странной силы Камера вырубилась Что? Перестала писать Брэд за 15 лет повидал много всяких сбоев техники И считает, что если не выдерживает даже такая крайне надежная камера То здесь точно что-то не чисто Я видел, как отказывает техника Садятся аккумуляторы И бывают сбои при съемках паранормальных явлений Для такой съемочной группы, как наша Это в порядке вещей Так бывает Меня будто тонной кирпичей придавило Мы просматривали видео, но как только вы вошли внутрь Серьезно? Едва мы вошли? Да Мы вставили жесткий диск Он крутится, но видео не показывает Мне там было совсем не по себе Но это происшествие лишь подсказывает Что здесь что-то есть Поскольку по рассказам паранормальная активность происходит с наступлением темноты Мы хотим вернуться на остров и провести ночное расследование Рахельо Рахельо, мы хотим вернуться ночью Привезем оборудование, проведем собственное расследование Возьмем образцы Вы не будете против? Но Рахельо наша идея не нравится Раньше я жил на этом острове Но теперь на ночь не остаюсь Духи совсем разгулялись Вы здесь всего пять минут А духи уже напали на вас Мне надо подумать Не хочу, чтобы вы пострадали Прошу, выйдем на улицу Я понимаю, почему Рахельо так резко запереживал Увидев мою реакцию на духов Но я надеюсь, что мы сможем убедить его пустить нас на остров Прежде чем мы уйдем, покажите место, где ваш дядя увидел девочку Да, идемте Девочка погибла на этом месте Утонула в канале Почему ваш дядя решил, что если повесит ее куклу, она упокоится с миром? Он верил, что дух девочки утянет его в воду И подумал, что кукла на дереве ублажит ее Но ваш дядя погиб на том же месте Да, перед смертью он рыбачил с берега Думаю, он увидел дух девочки И так испугался, что сердце не выдержало И он умер Дух буквально до смерти напугал его? Я так думаю И не только ее дух Здесь обитают также древние духи Они очень сильные И теперь они часть кукол Он сказал, что когда они рядом, ты покрываешься мурашками Мы уверили Рахелью, что осознаем риск Но все же хотим провести ночное расследование А пока мы садимся в лодку и возвращаемся на материк Мы связываемся по скайпу с Джошем Чтобы обсудить, как уговорить смотрителя пустить нас на остров Ребята, как дела? Рассказывайте про остров Добрались до него? Да, добрались Я испытала дикий ужас Едва мы подошли к месту, где висит первая кукла Меня сразу накрыла мощная волна отчаяния Я очень испугалась Выдержала? Да, но я совершенно не была к этому готова Я был на острове очень давно И тогда на него было очень легко попасть Теперь все изменилось? Да, смотритель не разрешает нам вернуться туда ночью Никак не соглашается Есть мысли, как его уговорить? У меня есть очень необычные знакомые Попробую решить через кого-то из них Возможно, помогу вам Мне нужна пара дней, чтобы найти нужного человека Было бы здорово Будьте внимательны, смотрите в оба Свяжусь с вами чуть позже Давай Пока я прочесываю свои контакты, чтобы организовать на острове ночное расследование Джессика и Фил решили наведаться в одно место поблизости Которое, как считают многие, является источником паранормальной активности на острове Комплекс пирамид Серо-де-Ла-Эстрелья Возведенный примерно в одно время с каналом Сочемилько Комплекс служил местом отправления священных ритуалов ацтеков Каждые 52 года ацтеки приносили здесь человеческие жертвы, даруя богам Бьющиеся сердца своих пленников Они верили, что благодаря этому над огромной империей ацтеков Всегда будет светить солнце В 70-е с этой священной горы направили воду в каналы Сочемилько У меня возникла мысль, что на состояние людей Которые они, по их словам, испытывают на острове Возможно, как-то влияет вода А меня интересует, замешана ли в паранормальной активности энергия пирамид Но самое интересное скрыто под развалинами Запутанный многокилометровый лабиринт из тоннелей По которым сточные и дождевые воды устремляются в каналы и к острову Кукол В этих каналах ацтеки подносили своим богам кровавые дары Нужен налобный фонарь Там паук Ты в порядке? Да Как же здесь темно Очень Джесс, ты должна это увидеть Посмотри сюда Боже, правый Джессика и Фил в Мехико В тоннелях под развалинами комплекса пирамид Серо де ла Эстрелия Вода с этой горы питает каналы Сочемилько И, как и остров Кукол Имеет репутацию источника потусторонних проявлений Джесс, ты должна это увидеть Посмотри сюда Боже, правый Что это такое? Знаю, символ выглядит зловеще Но его нанесли, чтобы отпугнуть злых духов Но кто знает, зачем его нарисовали здесь Возможно, чтобы запереть зло и уберечь от него реальный мир То есть здесь заперто зло? Да, надо идти дальше в пещеру Туда мы идем Прекрасно О, что это? Чем это пахнет? Да, какой-то едва уловимый сладковатый запах Возможно, это этилен И даже метан Это опасно? Да, при высокой концентрации Этилен — природный газ, который иногда исходит из известняковых расщелин Под Мехико залегает значительное количество отложений известняка Высокая концентрация этилена и метана вызывает головокружение, тошноту, галлюцинации и даже потерю сознания Может ли это быть объяснением странных ощущений, которые люди испытывают на острове Кукол? Интересно, какая глубина у пещеры? Под этим храмом и под самим Мехико столько всего, что у меня возникли мысли Относительно происходящего на острове Кукол Ну, надо бы еще обмозговать Фил, это всего лишь духи, все просто До ночного расследования у нас остается один вечер Я договорилась о встрече с местным шаманом Он обладает мощной духовной связью с островом Кукол Добраться до него можно только на квадроциклах Погнали! Поездка длиной 8 километров по бездорожью обернулась изнурительным испытанием Может, это выброс адреналина от поездки Но не успели мы приехать к шаману Как я ощутила в воздухе мощный духовный заряд На закате шаман очищает нас дымом И мы входим в каменное строение под названием Тимаскаль Затем шаман просит нас озвучить свое намерение богам Хочу поехать на остров Кукол И провести там ночь Узнать, что за духи там обитают Выяснить, что на самом деле там происходит Мы натираем себя священными травами Шаман тем временем возносит молитвы духам Духи будут говорить со мной Выйдем на улицу И там у костра мы услышим их Здесь духи решат Давать ли нам свое благословение и защиту На время ночного расследования Духи ответили мне Он говорит Духи считают, что у нас чистое сердце и помыслы Поэтому они будут покровительствовать нам ночью Когда мы приедем на остров Кукол Получив бусы обереги Мы благодарим шамана и уходим с горы Большое спасибо Новый день начинается с новостей Мы получили разрешение смотрителя острова на его посещение Все благодаря особому гостю, которого нам прислал Джош Это опытный исследователь паранормального Джейсон Хоус За 20 лет Джейсон и его команда Расследовали тысячи историй о паранормальных явлениях Какие люди Привет Как дела? Отлично Ну что, в путь? Да Что вы думаете об острове? Какие у вас ощущения? Как человек, у которого случился срыв на глазах у всей съемочной группы Я поражена тем, как быстро меня охватила тоска до слез Лично я считаю это место особенным Что вызвало вам не такие чувства? И в тот же самый момент одна из камер просто вырубилась Это очень странно Как будем разбираться в ситуации? Кто-то проверял уровень газов или что-то подобное? Я замерю уровень метана Подобные газы могут влиять на людей Верно Вплоть до галлюцинаций Люди с гиперчувствительностью испытывают тошноту, паранойю, галлюцинации Стоит убрать газ, и очень часто все эти ощущения исчезают И оказывается, что ничего паранормального и не было Джейсон, смотри вперед Идем со мной? Я покажу удобное место, которое я присмотрела для лагеря Идем Я буду на берегу Хорошо Пока Фил изучает факторы внешней среды Как вероятную причину странных явлений на острове Мы с Джейсоном решили расставить камеры в интересующих нас местах Поставим здесь Среди кукол? Да, я подумала, в случае чего у нас будут разные возможности быстро добраться сюда Сколько же времени ушло собрать такое количество кукол? Жуть Много лет Хочешь осмотреться? Командуй Хорошо Мне здесь не нравится Это кукла, которую Дон Хулиан нашел в воде рядом с телом девочки Пока Джессика и Джейсон осматриваются Я расставляю технику там, где по рассказам чаще всего происходит странное У воды, где погибли девочка и Дон Хулиан Сегодня я вооружился устройством, которое здесь еще никто не применял Подводные видеокамеры с пультом управления Я ищу пузыри в воде, которые укажут на присутствие природного газа, вроде этилена Ох, и мутная тут вода В ней сложно что-то разглядеть Вижу сотни пузырьков газа Что это? Кажется, это была кукла Пытаюсь избавиться от видения затонувшей куклы и вернуться к своей задаче Всякий раз, когда я погружаю камеру, со всех сторон поднимаются пузырьки Осталось выяснить, что это за газ Я беру образцы воды вместе с самой высокой концентрацией пузырьков Мне кажется, что в воде есть токсичные газы Но я не уверен, пока не проверю образцы в лаборатории Отлично И у меня есть детектор газа Бабы на обед здесь ни при чем Эта штука поможет нам разгадать эту загадку Есть данные, что в подобных местах встречается газ-этилен Он больше всех интересует меня, поскольку вызывает галлюцинации Детектор газа сразу подтвердит или развеет мои подозрения О присутствии в этой воде природного газа Прежде всего, прибор надо откалибровать на чистом воздухе Я отхожу от воды и даю ему подышать Когда загорится ноль, я поднесу прибор к воде, к пузырькам в ней И посмотрю, что он распознает Итак Три сигнала Приступаем Что-то уловил Посмотрите Только что всплыл пузырь и детектор сразу запищал Значит, тут есть газ Я так и думал Этот прибор распознает разные виды газов Метан, этан, этилен Это значит, что утром мы отправим образцы в лабораторию И я уже начинаю ликовать над своей теорией Что, скорее всего, дело здесь в газах Пока Фил собирает образцы, мы с Джейсоном в лагере Выбираем оборудование для ночного расследования И обсуждаем нашу стратегию Камеры Вайза? Я подумал, они помогут заглянуть туда, куда мы не можем Термальные всегда, кстати Прекрасно Идем Мы с Джейсоном расставляем разные камеры в самых паранормально активных точках Эти камеры хороши тем, что у них широкий угол обзора То есть мы охватываем участок от места, где тебя прихватило И до самой стены Мы направили камеру на куклу, найденную при тонувшей девочке И эта камера снаружи хижины И камера, где нашли тело девочки, и где погиб Дон Хулиан Эти камеры засекут любое движение и явление, о которых рассказывают люди Даже при плохом освещении Прекрасно Ни один призрак и тролль не пройдет незамеченным Тролли живут под мостами Да, ты прав Привет, как дела? Здорово тут у вас Мы пойдем осмотримся Последишь? Да Отлично Поосторожнее там Джейсон берет тепловизор, который считывает инфракрасное излучение И может показать тепловые изображения, связанные с энергией духов Отлично А я вооружилась передовым устройством, которое привез с собой Джейсон Очки ночного видения Сначала кажется, что ты попал в виртуальную реальность Но потом быстро привыкаешь к ним Начнем с места, где... У воды? Да, где утонула девочка Очки ночного видения помогают разглядеть то, что люди видят чаще всего То есть то, что излучает свечение Или похожие на тень сущности Здесь погибли двое Есть какой-то способ засечь их след? Как распознать эмоциональную боль Или эхо страха и потрясения, которые они испытали? Если человек погиб трагически, после него обычно остается остаточный призрак Есть разумные призраки, которыми станем мы после смерти И будем стремиться к общению с живыми людьми Пытаясь дать от себя знать Остаточные призраки выполняют одни и те же действия Они будто в записи проигрывают себя снова и снова Бывает так, что... Слышал? Что за черт? Похоже на всплеск, но я ничего не увидела А ты? Тепловых изображений нет Я ничего не вижу Может, проверим там, где у тебя был приступ? Вдруг там что-то нащупаем Мы идем туда, где ранее я ощутила чье-то присутствие Осторожно В хижину, где висит кукла, утонувшая девочка Мне снова Становится страшно Страшно? Немного То же самое было в тот день У меня мурашки Боже, я сейчас заплачу Ты это слышал? Вот опять Да, слышал Звук был оттуда Господи Слышишь? Будто бы голос Да, шепот До нас донесся бесплотный голос Слишком слабый Но нам нужен помощник, чтобы говорить на испанском Я не знаю испанского Моих знаний не хватит Фил знает испанский Позвать его? Фил был бы здесь очень кстати Хорошо Мы с Джейсоном идем на то место, где они с Джессикой слышали бесплотный голос Итак, записываем Привет Меня зовут Фил Кто-нибудь хочет поговорить с нами? Часть загадки кроется в утонувшей девочке Вероятно Дон Хулиан, смотритель этого острова, тяжело воспринимал то, что на его острове есть такое трагическое место Конечно Представь, что мы как фонарь в лесу И к нашей энергии, как к свету, тянется то, что есть рядом Это может быть девочка Или тот смотритель Или... Что это? Что это за звук? Там много звуков Да, но неизвестно, что их издает Возможно, что-то осталось от какого-то ритуала Или это просто мусор Да Мы не хотим беспокоить вас Мы пришли вас выслушать Пришли помочь Мы дали им достаточно времени Идем в лагерь И там проверим, что удалось записать Хорошо, идем Ты не думала вернуться в то место, где у тебя случился приступ И провести там время Проверить, испытаешь ли ты то же самое или какие-то другие ощущения Да, с радостью Мы с Джейсоном определенно что-то слышали у хижины, где Дон Хулиан повесил куклу утонувшей девочки Это то самое место, где я стала жертвой какой-то мощной сущности Я собираюсь провести то, что исследователи паранормального называют соло-сеансом Я должна буду остаться в хижине на 30 минут одна Чтобы проверить, спровоцирует ли мое присутствие паранормальную активность Поставлю здесь фонарь, чтобы видеть происходящее вокруг тебя Хорошо? Фин уходит, а я остаюсь в хижине совершенно одна Рядом ни души, никого Только я и духи, населяющие эту комнату Мы ставим таймер на 30 минут Хорошо Время пошло Сейчас я слышу какое-то шуршание вокруг меня Привет Теория Фила о том, что причиной странных ощущений на острове кукол является природный газ Имеет прецеденты в истории Более трех тысяч лет назад в Греции Было одно место, которому приписывали сверхъестественные силы Дельфийский оракул Это был храм на вершине холма, где жрица получала послание бога Аполлона Здание стояло над расщелиной, по которой бежал священный ручей Жрица набирала в легкий воздух и входила в состояние мистического транса И, похоже, мы выяснили почему В 2001 году исследователи засекли в той расщелине высокую концентрацию метана и этилена Комбинации этих природных газов, которые исходили с трещин под ручьем, вызывали сильнейшие галлюцинации Есть вероятность, что результаты исследований образцов воды укажут на то, что некоторые посетители острова кукол испытывали похожие состояния Но это не ответ на все вопросы После пугающего происшествия в хижине несколькими днями ранее Я вызвалась на соло-сеанс в том же месте Почти немедленно меня накрыли странные ощущения Привет! Что за черт? Ребята, вы там? Да, мы видели это Только я спросила, кто здесь, как тут же ярко вспыхнул свет Спроси, может ли эта сущность выключить свет Проверим Как это сказать по-испански? Пуэрес апагар ла луз Пуэрес апагар ла луз Оно снова сделало это За время моего пребывания в хижине это второе проявление Привет! Привет! Надо подстраховаться на случай, если провод замкнет или батарейки сядут Расставим разные фонари и посмотрим, что будет Хорошо, давай я возьму Это оставлю тебе Спасибо Что она слышит? Слышу какие-то постукивания по стене позади меня На мониторах что-то видите? Какие-то тени Да, не могу понять, твоя тень или нет Джесс, сзади тебя кукла, она шевелится Обернись и посмотри на нее Что? Господи Боже, правый Да, она шевелится, теперь вижу Очень странно, но соседние куклы неподвижны И сквозняка здесь нет Привет! Как дела? Господи Фил, какая-то из кукол начала говорить Здесь что-то вроде алтаря Я подошла и услышала, как голос сказал мама Да уж, очень странно Все, я выхожу С ума сойти Да, да Не было никакой мамы Вообще-то было Одна из кукол начала говорить Мы возвращаемся с Джесс в хижину Но больше ничего не слышим Также мы не нашли причину, по которой над ней раскачивалась кукла Интригует то, сколько всего ты ощутила и услышала Но мы этого зафиксировать не смогли Очень любопытно У нас еще долгий путь на лодке Пора собираться и уходить Да, я готова Идем Мы покидаем остров Но это далеко не конец нашего расследования на острове кукол Мы несколько часов потратили на анализ записей И смогли вычленить очень странные звуки Мы с Джейсоном расслышали голос, взывающий к нам, который записал Фил Или тот смотритель, или... Что это? Да, это оно Мы усилили звук, снова включили запись и услышали это Я что-то слышу Сейчас перемотаю Мне послышалось что-то вроде Айудаме С испанского «помогите» Затем мы посмотрели получасовой соло-сеанс Джессики Мы с Джейсоном оба видели странную тень на стене Вот Да, я вижу Но приглядевшись, мы поняли, что это вполне могла быть тень животного Или чего-то еще вне хижины Признаю, случай с фонарем Оно снова это сделало И, наконец, тот момент, когда кукла надо мной шевельнулась И я четко услышала, как одна из кукол сказала «мама» Там действительно происходит что-то очень странное Сто процентов Мы все согласимся, что на острове кукол творится какая-то чертовщина Кроме того, девочка и первый смотритель острова утонули по необъяснимым причинам Однако вопрос, обитают ли на острове призрак девочки или духи жертв ритуалов ацтеков Остается темой для оживленных споров Оно снова сделало это Пробы воды показали, что вокруг острова действительно высокая концентрация газов Но недостаточная, чтобы вызывать галлюцинации Также стоит заметить, что Мехико – это место, где религиозные верования накладывают глубокий отпечаток на ощущения людей Католицизм, доставшийся от испанских конкистадоров, слился с древними ритуалами Которые до сих пор совершаются как дань уважения ацтекам Но то, что произошло с Джесси в хижине, как днем Боже, я сейчас заплачу Так и ночью С трудом поддается объяснению Те же, как и записанные на острове звуки Голоса, будто кричащие из потустороннего мира Программа озвучена студией Кипарис в 2020 году Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok